Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально шажок и перед нами праздник Пейсах. А Пейсах это не просто праздник, это начало потрясающей дороги. Каждый год у человека обнуляется его духовная судьба, которая ему положена на этот год. И вот мы начинаем путешествие Пейсах, это дарование Торы, начало, простите, это выход из Египта, это начало, потом шавуот, это дарование Торы, цель, отпусти народ мой, чтобы он служил мне, то есть получил Тору на горе Зинай. И наконец Суккот, Суккозник это будущее, Суккот это то, что будет, это соответствует именам Всевышнего. Написано, что Всевышний это тот, как определить его, тот, кто был, есть и будет. Был это Пейсах, потому что мы помним тогда выход из Египта. Есть это шавуот, потому что Тора продолжает поступать к нам, слава Богу, в голову. И будет это, вот, Суккот, праздник будущего. И надо тут понять, что мы можем получить новую, в этот день дается новая судьба, новые силы, все обнуляется. В этот день в духовном мире проходит потрясающая революция такая. Мы можем выхватить себе вот тот кусочек духовной судьбы, который нас подымет на следующую ступень. Надо только этот день не потерять, это день рождения нашей новой судьбы. Надо видеть, что первично, что вторично. Надо еще раз задать себе вопрос, для чего я пришел в этот мир. И Пейсах может подарить нам невероятную силу. Расскажу короткую такую историю. Один человек, бедно очень жил, жена, дети. И вот он говорит, жена, у нас есть от прадедов какая-то карта старинного острова, в котором хранятся несметные сокровища есть там на этом острове. Ну, он где-то далеко в океане, это там 200 лет назад, туда даже корабли ходят раз в три года. И тем не менее он договорился, собрался, беды там всякие. Ну, добрался он до этого острова, выплыл туда, видит, бар стоит. Он сразу забежал, пиво такое, кружку пива, спасибо. Посмотрит вокруг, вот песок, все бриллианты. Представляете, он вообще в шоке. Раз в карман понабирал себе бриллиантов, в кафе взял этого пива, расплачивается. Он дает бриллианты, ему говорят, нам это не день, что ты нам даешь, у нас везде бриллианты. А что, говорит, ценится на вашем острове? Он говорит, ну, на нашем острове номер один это картошка. В общем, бедами всякими или радостями достал он одну картошку, вспомнил, отец его был картофелеводом, знал секреты, как это все выращивать, начал вырастить, одну грядку, вторую, стал богатейший островитянин. Все ему принадлежат огромные плантации, он уже там, вообще, все. И вот как-то прошло лет 7-8, слышит гудок парохода, думает, вспомнил, боже, я же приехал сюда только на заработать, дети, жена все там у меня остались. Что нам делать, что хватает все, бегом в лодку, сюда на корабль, едут они, и вот он прибывает к себе домой. Люди уже знали, он сообщал, что он там очень богатый человек, столы все встречают, на столы накрыты, жена, дети. Ну, знаете все, ну, ну, он достает картошку, ему говорят, а где бриллианты? И в это время он берется за голову, говорит, люди, я забыл, я, говорит, в этой спяшке, в этой гонке, в этом непонимании, я набрал одну картошку. Я приехал с картошкой. Поэтому называют этот мир миром лжи, потому что он выставляет все время перед человеком, ну, скажем так, не те цели, которые нужны, не те, что он заберет с собой в вечный мир. В бесконечную дорогу, не в этот кусочек. И получается, что с одной картошкой мы, не дай бог, приходим в следующий мир, вместо того, чтобы собрать бриллианты в этом мире, и чтобы прийти в тот мир, как действительно, ну, серьезные люди следующего мира. Надо подумать об этом всем. И песнях это лучший, лучший временной отрезок, когда можно поменять, повторяю, свою духовную судьбу. Это день, когда формируются очень многие, ну, бриллианты наверху. Надо протянуть руку, надо не пропустить этот день. Перед нами очень важный день. И вот в этот день надо что-то переосмыслить, что-то передумать и поставить перед собой какие-то цели. Чтобы эти бриллианты наливались, нужен сосуд, нужен футляр, что-нибудь для них нужно. А создание футляра – это принятие правильных решений. Брахава от слаха, хороших решений. И что мы меньше собирали картошки, а больше бриллиантов.